всем привет добро пожаловать на мой канал и сегодня 4 часть видео моей канцелярии в этой части я покажу вам что хранится у меня в этом контейнере здесь у меня до сразу выпали блестки также краски для картины по номерам и петербургская пастель в общем давайте приступим у меня 72 цвета там была большая коробка и в ней по еще еще четыре коробки по 18 цветов ну вот из этой коробочки я использую пастель чаще всего так как здесь самые ходовые цвета зеленые ну сами понимаете для травы ну и голубые где вода небо и на небо еще добавляю вот эти оттенки так что у меня они расходуются больше всего следующая коробка здесь вот такие светлые оттенки белые серые в третьей коробочки желтые и коричневые оттенки это же немного зеленых имеется и еще одна коробка здесь розовые оранжевые оттенки тоже очень красивые и нежные я изначально покупала тоже наверное где-то 18 цветов отдельно мне она понравилась сейчас она у меня в питере ну а в москву вот я купила себе четыре вот такие коробочки самое главное что ту коробку я 18 цветов взяла в москве и отправила потом в питер а сюда сюда в москву купила в питере ну вот как то так получилось это пастель очень качественная она мне нравится но здесь есть как яркие так и нежные оттенки тут написано в общем то как правильно ее хранить во первых она как вы видите не имеет вредных примесей да может размываться водой я это неоднократно читала но почему-то всегда об этом забывала и ни разу еще не пользовалась вот но тут у наташи натали 75 увидела и подумала действительно надо как-нибудь будет попробовать также можно работать по мокрой поверхности и значит как хранить ее лучше не рекомендуется хранить в сухом месте а если она хранится в сухом месте то нужно перед использованием а выдержать 24 часа при влажности не менее 60 процентов но вот в летнее время я просто обожаю пользоваться этой пастелью в том смысле что она влажная прям до него прикасаешься и она шпачкает руки ну зимой в принципе ну я ее побольше крашу а можно действительно ее как-нибудь размывать или по мокрой поверхности работать что-то такое придумать но она действительно качественное главное вот следовать указанием сейчас уже у нас включили отопление поэтому даже не знаю посмотрим ну ка я возьму вот свои самые такие оттенки в которых я уверена что они яркие и сейчас посмотрим ну вот видите пока она еще вот пачкает руки то есть в принципе она влажная дальше у меня здесь блестки блестки абсолютно разные есть вот такие вот прямо один практически гель ну вот они мне одни из первых у меня появились и в принципе здесь очень густой гель хотя вот они достаточно такие хорошие блестят но сейчас просто я уже более менее научилась ими пользоваться колпачок здесь видите вентилируемый это хорошо если ну например у кого дети кто покупает для детей вот такие розовые у меня есть есть у меня неоновые подобные краски из этого же набора кажется не помню где покупала вот такой тоненький наконечник ну как я понимаю вот именно неоновые нужно видимо либо взбалтывать хотя они вот в упаковке они не кажутся жидкими а когда а вот здесь вот уже кажутся более жидкими мне мне в принципе нравится знаете что раскрашивать какие-нибудь воздушные шарики вот такими неоновыми цветами потому что когда их вот размываешь на это я просто очень много их намазала а вообще когда небольшая капелька сейчас я попробую когда небольшая капелька и размыть прям вот реально по цвету получается как будто это воздушный шарик прям очень реалистично так что в целом неплохо вот еще у меня есть оранжевые так у меня просто ушастый тут просится гулять будет скулить прошу прощения он всегда так заранее начинает вот такой оттенок но больше подходит для небольших поверхностей потому что маленькие пространство ну как-то полосит полиши вид вот еще у меня из этой серии есть желтые зеленые голубые оттенки неоновые есть вот такие и фиолетовые вот это я покупала ваша не эти очень жидкие прям слышно как там все по плещется большой наконечник довольно жидкие вот прям такие водянистые и при этом чувствуется такие знаете как здесь мне кажется больше жидкости чем блесток но с другой стороны и блестки более крупные ну в общем я не фанатею вот именно от этой от этого бутылька и они главное закрыли название гель с блестками фиолетовый по заказу space производитель статс профи еще у меня есть вот такой глиттер из этой серии вот этот и вот этот тюбик этим не нравится побольше они более качественные здесь и носик покороче то есть это поуже так сейчас вот он единственное что забивается надо его чем-нибудь проткнуть то есть сами краски они не засохли с ними ничего не случилось вот вот эти мне нравится больше здесь меньше жидкости и больше блесток с ними всегда такая возня гель здесь более такой густой и в итоге вот результат сразу виден это очень здорово развивашки называется краски декор 22 миллилитра но на больше здесь никакой информации нет я предполагаю что они наверное в каком-нибудь блистере продавались вот сейчас попробуем вот эти то же самое довольно таки густые и вот сразу результат и попробуем серебряные в общем их я конечно чаще всего использую когда требуется а еще у меня есть а кстати из неоновых вот такой розовый оттенок и еще у меня вот такие вот блестки имеются тоже покупала набор скорее всего ваша интересно не засохли вроде нет попробуем выдавить да нормально просто я ими тоже много пользовалась вот они здесь они блестки более мелкие и тоже блесток гораздо больше чем геля и это очень хорошо но я ничего не могу сказать по поводу производителя потому что упаковку я выкинула если по не продавались каких-нибудь но не знаю вот там пенальчик ахка гелевые ручки в каких-то как коробочках то было бы проще ну вот вот очень здорово получается нравится так что вот из того что у меня есть на первом месте вот эти на втором вот эти так на третьем месте я бы поставила вот такие на 4 вот эти и на пятое место вот эти бы поставила так здесь у меня еще остались краски от картины по номерам это у меня я на зоне покупала картину вот ромашки и нужно будет пока это все не засохло доделать тем более что картину я целенаправленно приобретала для кухни и как-то стена пустует нужно все это до раскрашивать сначала я прямо этим загорелась а сейчас немножко по остыла но даже не то чтобы по остыла поскольку делаешь себе планы на месяц в раскрасках антистресс то все время именно свободное которое отводишь на раскрашивание туда и уходит но я буду стараться все-таки наверное каждый день хотя бы по чуть-чуть уделять внимание именно картине по номерам так ну и время еще осталось на видео поэтому давайте покажу что у меня вот здесь стоит значит есть у меня ну как и у многих вот такие восковые акварельные карандаши три в одном ну то есть они хорошо размываются супер мягкая пастель ультра яркие мелки из акварельным эффектом там были два варианта они отличались не только картинкой но и оттенками я сначала купила вот эти увидела чтоб потом у кого-то видео из девочек что есть еще такие стоили они вот 99 рублей думала купить второй набор но знаете покрутила в руках и поняла что наверное не надо не так уж часто я ими пользуюсь если по не там стоили рублей 55 наверное да я бы взяла две упаковки а так подумала что ну и так всего много нет никакого смысла пользуюсь конечно я в основном желтым зеленым иногда голубым бывает оранжевым не бывает иногда еще розовым меньше всего пользуюсь фиолетовым хотя фиолетовый я люблю цвет но этот уж очень пигментированные яркие красным редко пользуюсь так как он мне не нравится он более такой кирпичный хотя кстати как вариант кирпичный может мне пригодится и коричневым не так-то много они хорошие хорошо размываются можно кстати попробовать немножко побаловаться сейчас достану кисточку воду ну вот как раз таки с фиолетового и начнем вот он очень яркий кстати вот это этот механизм хорошо работает нормально все выкручивается и самое главное что немаловажно закручивается но за счет сильной пигментации вот чтобы полностью видите размыть приходится и воду лить хорошенько а я не очень люблю лить много воды но размываются они в общем-то нормально не могу сказать что у меня есть с чем сравнить ничего криминального коричневый так ну кого-то я сейчас на кого-то буду ругаться ругаться я буду на ушастого который постоянный истерит и прерывать видео мне не хочется вот красный оттенок кстати да он больше похож на кирпичный и может быть это даже где-то мне пригодится и вот так вот можно размывать и вот если полностью ну какой еще попробуем зеленый наверное можно попробовать потестировать честно говоря оттенок зеленого мне не очень нравится просто в любом случае он как бы востребован но я бы предпочла что-нибудь такое другое розовый больше всего у меня прям в больших количествах идет желтый розовый вот очень нежный но кстати при размытии он я боялась что он будет более бледным но вроде бы как нет дальше оранжевый но вот здесь вообще если честно оттенки все-таки не самые удачные да кстати не знаю как на камеру да и на камеру тоже блестит это потому что я часто пользуюсь акварелью перламутровый детской луч и как не моя кисточку а вот эти блестки они остаются так что дополнительный эффект получился так ну и голубой голубой оттенок для меня просто эти истерики ушастого они прям реально отвлекают это понимаю что его подружки скоро будет течка или уже началась так что у меня будет веселая веселая жизнь в этот период и вот такой желтый вот так вот короче мелками я очень довольна в принципе ну и подумала что одной коробочки мне вполне хватит мне кстати я тогда вот увидела что есть другая другой вариант я пошла fix price тогда их не купила и после я кстати и не видела даже больше ну да и не страшно так следующее что вам наверное покажу если я достану если не достану то уже скорее всего в следующем видео это у меня есть до нашла и киевские фломастеры вот такие здесь 6 цветов это фломастеры по ткани я к ним еще подушки купила но пока так ничего я не сделала так это я сразу оторву и выброшу я не люблю все это хранить ну давайте попробуем но черный оттенок вот у них такой пишущий узел здесь все стандартно вот так вот на обратной стороне так терпимо учитывая что это самая тонкая бумага голубой оттенок желтый зеленый очень он прям такой насыщенный лучше конечно был вот такой красный вся в блестках и фиолетовый вот такие оттенки хочу сначала попробовать чего-нибудь раскрасить подушки вот которую них 45 рублей стоит белые с черным и там прямо на примере их так классно раскрашивают ну вот собственно как-нибудь этим творчеством и займусь и покажу во влоге конечно можно было что-нибудь нарисовать но если честно я не умею давайте если тут есть по-русски а тут есть вот можете почитать может быть кому-то что-то интересно но цену я точно не помню или 100 чем-то или 200 чем-то рублей такая была спонтанная покупка в общем на этом я буду видео завершать если она вам понравилась то не забывайте ставить лайк подписываться на мой канал мне будет очень приятно мы с вами встретимся в следующей части где я покажу фломастеры ну и надеюсь уложусь в одно видео потому что ну или будет еще две части также подписывайтесь на мой инстаграм под видео найдете разные интересные ссылки до встречи в новых видео всем пока и спасибо за просмотр